здарова привет второй раз за день ну мы такие мы любим заработаться по много раз в день тем более вы может не смотрели предыдущие видео короче у нас же скоро новый год я здесь вижу у нас у нас у всех я говорю у нас новый год хорошо и фильм сам популярный год один дома если для себя да да но я думаю для многих популярен вот доктор гнус один дома и армия игрушек ловушек погнали смотреть смотри грабители прямо из фильма на этот распаленный шапкой да 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 так фильме было вроде бы да 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 такое только в кино бывает ну что это за детские ловушки такие и тупые грабители не важно кто тема есть нужно дом фраера одного грабануть канун рождества будет только мальчик кевин отлично адрес кино значит так ты будешь мальчиком кевином один дома а вон те ребята с вьетнамские ловушки подготовили твой дом нашпиговав его своими ловушками мне очень умиляет что-то вьетнамский что там была война я думаю там очень очаровательные будут игрушки вьетнамские игрушки которые были ловушками короче я думаю что это будет другое нами не проходимые для военной техники джунгли заставляли американских солдат передвигаться пешком битконговцы пользуясь случаем устанавливали кучу своих креативных ловушек короче только ждать грабителей в доме а как тебе туда попасть в ловушках все я не подумал этот момент тебе схемы ловушек должны были передать есть все отлично двигайся по схеме походу жесть какая-то может вверх ногами не ну разобраться можно главное понять где ты на этой схеме ладно не тяни давай скоро грабители сразу все да да нога простреленная сразу же сходу ловушка патрон патрон помещался в контейнер из бамбука и закапывался вертикально как только солдат наступал на патрон капсуль ударялся ажала и происходил выстрел выстрел ногу прям в пах еще приятней повезло он не дойдет я думал он врет здесь небольшой дощечки крепили кусок бамбука в бамбук вставляли стрелу которая была под напряжением от резинового жгута вот так наступал на тонкую нить или проволоку и под углом или в пах уже креативные за поражающей части своих ловушек вьетконговцы смазывали ядами или просто человеческими какахами поэтому даже если попавший в ловушку выживал то непременно получал заражение крови хорошая новость у меня кажется со временем какахами но есть плохая в дом тебе кажется не попасть вот тихо похоже грабители уже подъехали отболзи пока в кусты не пусовывайся да и куча крови вообще беспалевно это эльф да он походу хотел игрушки принести а теперь подорвется теперь останется без подарков Кевин яма с копиями с бамбуковыми простая вырытая яма с шипами из бамбука которые тоже конечно же были смазаны всякой дрянью нередко часть шипов располагали острием вниз что делало невозможным вытащить ногу в одиночку как капкан получается кстати если есть эльф санты это должен быть санта ой-ой хоу-хоу-хоу подожди а он запалец смотри куда в трубу ну обычно в трубу знаешь коротко о том почему дети всего района остались без подарков и в принципе все дети я надеюсь просто этот район который он подарки развал был последним на его карте потому что если был один из первых то все останутся без подарков дети остались без подарков потому что родители короче меньше получили денег не хватило кризис оу-у-у-у-у-у-у они использовали ядовитых змей в своих ловушках одна из самых смертоносных змей вьетнама королевская кобра прикол еще в том что она может мы собирали расход яда при укузии что давало многоразовое использование одной и той же ловушки с одной и той же змеей продолжение намотало вот вот что я говорила вращающаяся ловушка очень жестокая конструкция под собственным весом жертва прокручивала себя как через мясорубку Кевин ты тут? живой? отлично у нас образовалась небольшая проблема смотри на схеме два одинаковых хуста да я это к тому что в одном из них понятно в каком в этом разобрались о, закрю закрю тут тройканал, да, у них? да мне кажется, они не будут это грабить я бы не пошла ой, господи не-не, езжаем дальше все лучшая защита да, сна моя да неважно кто ну и куда вы свалили? никого я не обманывал тело желтое видели на бамбуковой ветке вот это был мальчик Кевин Санта и Эльф не счет не подписывались они на такое да ладно, мам крови чутка увидели и все сдулись что ли? да подписывайтесь подписывайтесь знаешь, я почему-то что-то такое ожидала когда пришла вьетнамские игрушки на самом деле, знаешь, такая забавно так забавно получилось потому что очень много игрушек на самом деле производится в Китае и Вьетнаме и когда ты думаешь про вьетнамские игрушки представляешь как-нибудь там кривых барби или там некачественные машинки а на самом деле тут совсем игрушки не такие были ну тут написано было, что это ловушки специализированные, да да, специально для грабителей на самом деле, мне кажется если бы такие были бы в фильме то фильм бы закончился бы минут за пять у него был бы рейсинг 18+, хотя нет, может быть они бы растянули на полтора часа просто был фильм в стиле пила новогодняя пила настолько жестко не надо атмосфера будет слишком кровавая ну да, ты будет пила ты будет такой трэш-хоррор там, где придется себе там конечность а потом ребенок увидел и все, просто он не будет спать после этого, наверное, всю жизнь ой, блин, жестко я надеюсь, что в Новый год все будет хорошо это, кстати говоря, и этот год закончится нормально надеюсь, никакое извержение руклана и падение астероида какого-нибудь не будет потому что что-то этот год, конечно, сложный я не знаю, насколько будет следующий лучше, не лучше но, все равно, итоги года не расслабляем булки да, и итоги года мы будем подводить между прочим, вместе с вами так сказать у нас будет перед новогодний стрим 29 декабря а еще будет перед новогодний мульт будет да анимация есть ссылка в описании ты что, не знал? что у нас есть канал с анимациями? да очень прикольно, интересненько так что подписывайся, чтобы не пропустить вот, так что до встречи в следующих реакциях до встречи на стриме оставайтесь с нами короче, будьте всегда на связи пока хм, неплохо, неплохо можно и лайк поставить а давай еще это видео посмотрим а может лучше это? фу сложный выбор